Привет всем! Сегодня пообщаемся на тему советского кинематографа. Ну, в общем-то, на самом деле, задача моя заключается в том, чтобы вы пересмотрели те кинокартины, о которых пойдет речь. Их будет три. И об одной я буду рассказывать более подробно, а о двух других, может быть, немножко менее подробно. Значит, первая картина называется «Ищите женщину». Она снималась в 1982 году, вышла на экраны в 1983. Это совершенно потрясающее, я бы так сказал, ламповое кино с такой уютнейшей атмосферой. И мне кажется, что моя любовь ко Франции зародилась именно тогда, потому что я посмотрел конкретно этот фильм «Школьникам еще будучи». И уже тогда он произвел на меня неизгладимое впечатление. Ну, и, собственно, как и обычно во многих вещах, которых я касаюсь, мы будем говорить как о плюсах, так и о минусах. Плюсы заключаются в том, что это такой мастер-класс, как за две копейки можно снять совершенно потрясающее, романтичное, ироничное и, самое главное, дико смешное кино. Но цитаты, из которого, как бы мы сейчас выражались, разошлись на мемы. Мэтр Роше убит. Значит, завтра не работаем? Потрясающая игра актеров. Главную роль сыграла Софи Кочи Аурели. Она на тот момент уже была известна мировым кинокритикам. По одной из ролей речь идет про картину «Цвет граната» Параджанова. Это был такой манифест практически советского авторского кино. Да, контора нотариуса Роше слушает. Человек, в общем-то, с такой милой рязанской внешностью, сын слесаря Леонид Куравлев, абсолютно органично вписался в образ парижского следователя, в принципе, и не подкопаешься. Покажите мне, где лежало тело, если оно вообще лежало. На все времена Остап Бендер, Сергей Юрский. Документы все подготовлены? Подготовлены, если не ошибаюсь. Молодой Абдулов в таком плаще на стиле, в таких костюмах на стиле, от которого текли все советские кинозрительницы. Может быть, нам сходить в Катенвер? Его кореш, которого он и притащил на съемочную площадку, Ермольник Леонид, известный тогда всему Советскому Союзу как цыпленок табака. Может, вы видели двух или трех покойников? Раба любви Елена Соловей, просто являвшаяся топ-звездой на тот момент после, особенно, Михалковских картин, в частности, например, Обломова. Но вывод, который вы делаете, абсолютно ложный. Секс-бомба Елена Укращенок, которая стала тем, чтобы мы сейчас сказали, тренд-сеттером в таких обтягивающих, модных нарядах. В общем, это целый такой оркестр, целый букет актеров, где каждый благоухал на свой лад. И запах вот этого загнивающего капитализма, который так манил советского кинозрителя, он проникал во все головы, во все щели, во все ноздри. Если мода требует, и рога носит. Декораторам удалось создать уютнейшую атмосферу такого парижского офиса начала 80-х годов. Если бы сейчас у нас офисы представляли вот такое, я бы работал в них с удовольствием. Потому что, конечно же, от икеевских open spaces лично у меня немного вызывают они у меня отторжение. Такое ощущение уюта и желания проникнуть вот туда, внутрь непосредственно интерьера, я ощутил, ощущение ощутил, да, в Эрмитаже, когда увидел впервые библиотеку Николая II. Вот это мое, ну, понятное дело, что недостижимая, да, мечта, но главное, чтобы она была. Ну, вы же все видели. В общем, как я уже сказал, эта кинокартина заронила лично вот в мою такую детскую советскую душу какую-то притягательность вот Франции, в частности, Франции в общем и Парижа в частности. И мне, конечно, дико хотелось туда попасть, но вы же понимаете, об этом невозможно было даже мечтать. Как страна не то, чтобы даже о том, чтобы когда-нибудь наводить экскурсию. Боже упаси, мне такое даже в голову не могло прийти вот в тот момент, когда кем-то там, третиклассникам, четвероклассникам смотрел это кино по телевизору. Ну, а помимо плюсов, естественно, имеются и минусы. Как заведено во многих советских кинокартинах, большинство сцен снималось одним планом. Одним планом, если там кто не в курсе, это практически без монтажных склеек. И это, на самом деле, не режиссерская задумка. Это, как правило, нехватка бюджета, а порой даже и творческая лень. Главная героиня периодически не в фокусе. Постановка света за гранью. Ну, то есть, никаких там контровых. Все световые приборы отражаются в очках героев. То есть, но, на самом деле, в данном случае, лично для меня, это не имело какой-то там, знаете, решающей роли. В следствии, как раз-таки, в свете вышеописанных плюсов. В данном случае, я готов на это забить и закрыть глаза. В конце концов, советский кинозритель смотрел эти картины несколько иными глазами и подчеркнул для себя несколько иные аспекты. Это вас, это Василь Алиса. Если вы еще будете использовать телефон в личных целях, я укажу вам на дверь. Уже сейчас, пересматривая этот фильм свежим взглядом, я обратил внимание, что инициалы «Джи Энн», они не соответствуют имени Жак Нуаре, потому что в французском языке Жак пишется через «Джи». То есть, вот, например, в Париже есть известная башня Сан-Жак, она называется Святого Якова. Ну, и вообще, это такое культовое имя в прямом и переносном смысле, потому что было известно паломничество в Испанию, откуда, собственно, и эта башня взялась. Ну, это, в общем-то, тоже и хрен с ним. Никто в Советском Союзе, ну, я имею в виду, никто в большинстве случаев по-французски, естественно, не говорил, и на такие вещи никто бы не стал обращать внимания. Ну, дальше начинаются уже более серьезные недочеты. Ну, во-первых, данную кинокартину по логике вещей надо было, конечно же, снимать во Франции. Ну, во-первых, а. Кто вас туда пустит? Б. Кто вам даст на это валюту? Слово «валюта» в те времена ассоциировалось исключительно с фарцовкой и уголовным кодексом. И поэтому в съемочной группе пришлось действовать, опять-таки, по методу всех советских кинокартин, как, я не знаю, «Шерлок Холмс», «Три мушкетера», то есть снимать поганную, загнивающую Европу в родных пенатах. Был построен павильон на Мосфильме, ходили на поклон во французское посольство, клянчили у них всевозможные предметы, там, начиная от телефонов, заканчивая настенными календарями. Даже фуражку, которая на ермольнике красуется, и ту одолжил ему охранник из французского посольства. Ну, представьте себе Голливуд, да, начало 80-х годов, и тамошние декораторы идут на поклон в посольство какой-нибудь иностранной державы, для того, чтобы им выдали реквизит. Ну, это же как бы смешно, но вот у нас, тем не менее, так было. Выпьем. Пограточку. В самом начале идут отрывки из французских фильмов, где мелькают Бельмондо и Аллен Делон, и это уже само по себе странно, но еще более странно то, что вы про них даже не прочитаете ничего в титрах. Ну, то есть, по идее, надо было бы указать. Но представьте, сейчас выходит какая-нибудь кинокартина, и там отрывки из фильмов, я не знаю, со Шварценеггером и Сталлоне. То есть, это прощая прокат, привет суды. Никому и в голову это не придет в современном цивилизованном мире, но в Советском Союзе на такие вещи было плевать. Мы находились за железным занавесом, поэтому можно было действовать свободно и вообще не запариваясь. А дальше самое интересное. Дело в том, что никто, в принципе, не оповестил автора пьесы, по которой был снят этот фильм, она была переведена и адаптирована немного. И я скажу честно, я не знаю, что было в голове режиссера Аллы Суриковой, когда она отправилась таки во Францию и взяла с собой видеокассету с этим фильмом. Для чего? Для того, чтобы показать ее непосредственно автору. Потом в интервью она говорила, что драматурга Робера Тома интересовали только деньги. И я не исключаю такой вариант, что Роберта Тома просто-напросто обалдел от такой наглости, потому что он ни сном ни духом, что где-то по его пьесе была поставлена кинокартина, и никто ему об этом не сказал, потому что он, в свою очередь, эту пьесу переписывал уже с английской пьесы. Такой был драматург «Поп Луэлл». И вот там-то как раз все договоренности были соблюдены в соответствии с законами о копирайте, которые существуют во всем мире. Еще надо сказать, если говорить про наше отечество, Александр Сергеевич Пушкин первый озадачился вопросами авторского права, потому что его тогда очень сильно парило, что его стихи печатают кто ни по поди и зарабатывают на этом деньги. И, в принципе, до 1917 года были произведены очень серьезные подвижки в этом направлении, но потом, как вы понимаете, все сошло на нет, и в результате выяснялись вот такие вот казусы. В 1983 году, когда вышла эта картина, вышел и очередной фильм Параджанова. Но дело в том, что у него был большой перерыв, потому что его четыре года мариновали в тюрьме, потом не давали снимать ничего. Ну, поскольку советская власть не прощала открытого неповиновения, и когда кто-то открыто выражал свое недовольство творящимися вокруг событиями. То есть можно было об этом спокойно говорить на кухнях, но, не дай бог, в общественном пространстве. И вот его картина «Цвет гранаты», которую, ну, будем говорить откровенно, она не для всех, и если сейчас ее посмотреть, то она, я уверен, не всем зайдет. Но она стала тем, что называется культовой. Ее отголоски можно встретить в клипах и Мадонны, и Леди Гаги. И я иногда представляю, если бы вот эти девицы оказались в Брежневском Советском Союзе, ну, их бы точно сразу же в психушку упекли, как пить дать. Минуточку, минуточку. Но хочу сказать все-таки и, ну, вот, что касается этой картины, завершить на более позитивной ноте. Я стал интересоваться, когда пересмотрел очередной раз и учил французский язык, есть ли что-нибудь в интернетах на французском языке, да, на самом деле, что постановка. И нашел какой-то спектакль. Я, честно говоря, очень сильно расстроился, потому что это был просто... Это была отвратительная какая-то постановка с переигрываниями. Ну, то есть наша картина, она на шесть голов выше. Теперь вот, что касается вот этого копирайта и всего остального. Я уже упоминал о фильме «Переступить черту», когда делал видеопроходку по Петроградской стороне, и там в Доме Мира Бухарского об этом заикался. Дело в том, что потрясающий фильм с потрясающим саундтреком Коровичука, и вот в нем наглядно демонстрируется излет уже всей нашей замечательной системы. Ну, во-первых, там есть потрясающая сцена, когда главный герой, прокурор, он паркует свой старенький-старенький москвич, и знаете, что он делает? Он снимает, ну, то, что сейчас мы называем дворники, да, щетки, которые очищают стекло, лобовое. Почему так делают? Потому что щетки тырили. И не только щетки, если у вас, не дай бог, была магнитола, ее, как правило, тоже вынимали, и это было абсолютно нормально увидеть, там, не знаю, заходящего в магазин человека, у которого магнитола в руках. 1985 год на дворе, да? То есть это еще даже не 90-е, во время которых не только щетки тырили, но и колеса снимали. А дальше, ну, более серьезный момент. Дело в том, что, конечно же, создательный фильм, учитывая то, что это все-таки была советская система, нужно было показать всю гнилость вот такого, как раз-таки, западного меркантилизма, да, и всю праведность вот правильной советской системы. Им это, в принципе, удалось, потому что роль прокурора, она, ну, вот, приближена к идеальной, потрясающе сыграл главный актер ее, Васильева тоже потрясающе сыграла, там, такую гимнотизершу, которая, естественно, использует свой дар не во благо, а во вред людям. Но там есть очень ряд очень характерных сцен. Ну, во-первых, в этом фильме это первая кинокартина, где засветилась группа «Алиса», выдававшаяся в том контексте, абсолютно как антисоветская и абсолютно как западно-упадническая. Там есть чудесная сцена, где они выступают на частные дачи, и как их слушают, и, в общем, представлены они как фрики. И один из героев, который приходит на допрос к прокурору, прокурору спрашивает, о чем ваши песни, вот я не понимаю смысла. И он его начинает объяснять, что, ну, вообще-то не всегда смысл важен, что важна энергия и так далее. И там начинается вопрос, а у вас есть музыкальное образование? Вот я вот себе представляю, не зная там, какую-нибудь, господи, Лидзеппелин, Металлику и всех остальных ребят, которых вызывают, и спрашивают, у вас есть вообще музыкальное образование? Вот чем вы занимаетесь? Имеете ли вы право вообще гитару в руках держать, да? Но вот это как бы Советский Союз. И правда, опять-таки, в данном случае на стороне прокурора. Но я слушал вашу музыку. Как раз ничего я не понял. И далее начинается самое интересное, поскольку вот эта вот такая прозападная, поганая, значит, история, там, с подведенными глазами главные герои, да, ну, пидоры однозначно. Там есть такой фокусник Данилин, который хороший, и он выступает на сцене. Выступает он под музыку группы Pink Floyd. Естественно, группа Pink Floyd, она не указана в титрах. А группу Pink Floyd вот я отлично помню. И статью в «Ленинских искрах», я уже касался этой темы, и обсуждение у нас в школе. Она, конкретно вот у меня в 121-й школе города Ленинграда, трактовалась абсолютно как антисоветская и как, ну, в общем, упадническая. Единственный результат всего этого был мой дикий интерес, что же это за группа такая. Ну, то есть мне стало интересно. Потом, уже после развала Советского Союза, объяснилось, что группа Pink Floyd – это одно из величайших вообще музыкальных явлений в мире, в принципе, да. Ну, вот так вот оно подавалось. И, конечно же, никакая группа Pink Floyd вообще понятия не имела о том, что саундтрек используется в советском фильме, и что там никто о ней даже не заикнется. Таким образом, вот это такое наглядное противоречие, оно демонстрирует то, из-за чего, собственно, наша страна и развалилась. Ну, то есть представьте, сейчас Константину Кинчеву будут предъявлять за то, что он поклоняется Западу и, я не знаю, в буржуазном формализме. А это вот на тот момент было абсолютно нормально. И третья картина, которой я бы хотел коснуться, это «Спортлото-82». Ну, это, несмотря на то, что снимал Гайдай, конечно, полный трэш, смотреть невозможно, но меня опять-таки там поразила одна история. Это как герой Пуговкина едет на юг и везет с собой чемоданы, чемоданы с апельсинами, которые он там продает на юге, а обратно там в диалоге, значит, с другим своим подельником выясняется, что в прошлый раз они продавали там апельсины, а обратно они везли чеснок в Москву продавать. Я вот просто в диком ауте от этих бизнес-схем. Понятно, что это некий гротеск, но он крайне показателен. И закончить этот весь пассаж я бы хотел одним примером, очень ярким и характерным. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что в нашем мире есть люди, которые, слушая поганую западную музыку, одеваясь в поганую западную одежду, тем не менее рассказывают про величие Советского Союза. Советский Союз был велик в определенном отношении. Никто не спорит. 80-часовый рабочий день, бесплатное образование, бесплатная медицина, равноправие женщин и еще масса всяких достижений. Но дело в том, что как раз и очень жалко, что это величие споткнулось о какие-то элементарные вещи. Так вот, один из их характерных примеров, там кто-то писал у меня на канале какие-то вот такие вот комментарии, там траля-ля, и я залез и увидел, что этот человек барабанщик. Барабанщик, который там выкладывает свои видео, и среди них есть совершенно потрясающая, например, группа Q он там играет. И вот представьте себе этого персонажа вот как раз вот в эпоху этих кинолент, или там в конце 70-х. Ну, во-первых, ни про какую группу Q он в жизни бы не узнал, потому что неоткуда было. Единственный шанс был в какой-то вот такой тусовке полумаргинальной, хиповской, и купить потом то, что называется пласт. Пластинки так назывались. Причем, извиняюсь, пласт в гондоне это называлось, то есть в фирменной упаковке. Он мог, стоимость его могла доходить до 70 рублей. Это, в принципе, зарплата месячная в Советском Союзе была, ну, не в городах. В городах она была побольше, там можно было получать и 100, и 150, а там, скажем, в сельской местности так вполне. Далее, ну, хорошо, допустим, он узнал про эту группу, начал он думать про барабаны. Но, естественно, ту установку, на которой он сейчас играет, он в жизни бы в Советском Союзе не купил. Мог бы он себе позволить только отечественные барабанные установки, которые тоже, на самом деле, стоили денег и продавались не везде. Ну, ладно, хорошо, купил он ее, начал играть. И дальше начинается самое интересное. То есть, его вызывают и говорят, а что это ты играешь, это какую-то странную музыку? Западную, проклятую. Что это ты вот в глаза себе подводишь, да, как Смит, вокалист группы Q? Что это ты вообще делаешь? Почему ты не в серых бирках, белой рубашке, и почему у тебя стрижка не под канадку? Вот, и ладно бы он просто сказал, ладно, ладно, я больше не буду, и закончил бы это дело. Но ведь все могло бы обернуться несколько иначе. То есть, на самом деле, вот вся вот эта история, она была вопреки сложившейся системе, а не благодаря ей. И вот это наследие тотального когнитивного диссонанса я наблюдаю здесь постоянно. Поэтому смотрите вот кинокартины, о которых я сказал. Напоминаю, что мероприятия мои пока идут, в основном на выходных в Петербурге, но, судя по всему, будет заезд в Москву, и, возможно, я предупрежу об этом внезапно. И также есть в продаже роман «Корень». Все ссылки на события и книгу есть внизу в описании под этим видео. Наслаждайтесь, делайте выводы, оставляйте комментарии. Увидимся с вами. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok